В прошлом видео мы разобрали 10 профессий, в которых нужен английский язык, и вот мы подготовили для вас вторую часть, в которой поделимся еще десятью профессиями, в которых без английского ну никак не обойтись. Если вы не видели первую часть, то обязательно посмотрите, ссылку прикрепляю вот здесь. Первая профессия в нашем списке – переводчики. Ну куда же без них? Переводчики-синхронисты, референты, универсалы и другие должны великолепно владеть английским языком на уровне proficiency или advanced. Работа переводчиков может хорошо оплачиваться, а уровень знания языка напрямую зависит от сферы деятельности. Например, литературные переводчики обязаны прекрасно знать грамматику, синтаксис, а также сферу, в которой работают – луцина, юриспруденция и другие. А синхронисты должны отлично владеть разговорной речью. Вторая профессия – адвокаты. Адвокаты занимаются защитой интересов частных лиц и организаций, отстаивают их права в суде. Среди адвокатов очень высокая конкуренция, поэтому многие компании выдвигают к адвокатам серьезные требования, одно из которых – знание английского языка на уровне для адвокатов также важно посещать тематические курсы и конференции, предназначенные для юристов, которые позволят досконально изучить специфические термины, понятия, правила их употребления и тонкости перевода. Переходим к третьей профессии – это учителя. Зачем учителям знать английский язык, спросите вы? Учителю по-английскому логично знать английский. Необходимо, я бы даже сказала. А вот зачем он остальным? Навыки разговорной речи и письма открывают перед учителями следующие возможности. Трудоустройство в частную школу, что гарантирует высокий оклад, поездки на международные конференции, работа по обмену в других странах, уроки по скайпу. Знание английского позволяет учителю быстрее разбираться в трендах по обучению и разрабатывать новые современные методики для работы с учениками. Кстати, у нас в Puzzle English новинка. Теперь у нас есть уроки с менторами. Никакой грамматики, только разговорная практика. Уроки идут 25 минут, ментор оценит уровень, составит индивидуальный план занятий, ответит на все вопросы и исправит ошибки. Если вам нужно потренировать разговорную речь, может быть, вы готовитесь к собеседованию, то этот сервис для вас. Премиум доступ к платформе на время занятий бесплатно. Четвертая профессия – кинокритик. Кинокритики работают в сфере искусства. Они изучают, анализируют и составляют рецензии на разнообразные фильмы и мультфильмы, а также принимают участие в ток-шоу, публикуют статьи в прессе, ведут собственные влоги и блоги. Высокий уровень английского необходим для кинокритиков, чтобы иметь возможность просматривать фильмы, получать информацию из источников, которые не были переведены на русский язык. Знания английского открывают перед кинокритиками двери на международный рынок искусств. Пятая профессия – копирайтеры. Копирайтер занимается тем, что наполняет интернет-пространство продающими текстами, создает уникальные торговые предложения, слоганы, информационные статьи. Английский для копирайтера не обязательно критерий, но его знание дает преимущество на рынке труда и позволяет увеличить свой оклад. Читая англоязычные источники, копирайтер может переводить новости, черпать идеи для вдохновения, работать с иностранными заказчиками. Рекомендованный уровень – интермедиат, но чем он выше, тем лучше. Следующая по списку профессия – фиксеры. Фиксеры – представители редкой профессии, специализирующиеся на оказании помощи людям, работающим в их стране – военным, фотографам, журналистам, волонтерам и другим. Они обязаны знать родной и английский язык, который необходим им для коммуникации с разными специалистами. Работу нельзя назвать стабильной и высокооплачиваемой, но деятельность фиксеров имеет высокое социальное значение. Седьмая профессия – гувернантки. Гувернантка – это специалист, который не только следит за чужими детьми, но и обучает их. Современные родители стремятся взять на работу гувернанток, которые в совершенстве владеют английским языком. Такой специалист способен с самого детства улучшить произношение ребенка, расширить словарный запас, усовершенствовать правописание, поэтому его оклад достаточно солидный. Гувернантки и гувернеры, владеющие английским языком, относятся к категории элитных педагогов. Восьмая профессия – менеджеры крупных компаний. Для менеджеров очень важно иметь навык делового общения, который по сути является одним из ключевых. От их умения убеждать и налаживать связи зависит успех всей компании. Если компании важно сотрудничать с международным рынком, то для менеджера английский также станет обязательным критерием. В этой сфере владения английским на уровне Upper Intermediate является очень важным преимуществом перед кандидатами, которые не владеют языком. Девятая профессия – модели. Модели занимаются не только демонстрацией одежды и аксессуаров на подиумах, но также показывают макияж, прически, одежду для фотосессий модных журналов и коммерческой рекламы. Успешную модель приглашают на работу в Японию, Китай, США и другие страны, где она вынуждена общаться с физажистами, фотографами, работодателями на английском языке. Также для модели важно быть на одной волне с индустрией моды, а значит, нужно постоянно читать тематическую литературу, смотреть фэшн-тиви, которые чаще всего ведутся на английском языке. Для людей, выбравших эту сферу, важно знание английского на уровне Intermediate или Independent User. И последняя профессия – ученые. Без хорошего уровня английского языка современному ученому будет тяжело продвигаться по карьерной лестнице. Очень много актуальных исследований и литературы публикуется на английском языке. Более того, для современного ученого важно публиковать самому статьи в рейтинговых журналах и участвовать в международных конференциях, чтобы показать свои работы и найти единомышленников. Высокий уровень английского языка также помогает поступить в международные университеты или получить работу за рубежом. На этом все. Вот мы и разобрали целых 20 профессий, для которых английский очень важен. Пишите в комментариях, как у вас с английским и планируете ли вы развивать его дальше, для своей профессии. С вами была Кэт, увидимся в следующем видео.